Ну вот это на самом деле самый главный слайд, потому что на нем показано абсолютно все. Я сознательно все-таки в основном остановлюсь на диагностике опухоли толстой кишки, потому что там действительно много нюансов, которые очень значимы. Если говорить про рак желудка, ну так или иначе привыкли к тому, что ХЕР-2 диагностика стала более или менее стандартным. Опять же, надо понимать, что там немножко другие правила учета, амплификаций. Чем при раке молочной железы, там гетерогенность опухоли надо принимать во внимание. Ну и сложно сказать, что считать молекулярной диагностикой, но надо понимать, что при опухолях желудка есть еще PD-L1 экспрессия, есть еще микросателлитная нестабильность, иногда эти тесты востребованы. Гастроинтестинальные опухоли, это же тоже желудочно-кишечный тракт. В первую очередь, конечно, это диагностика мутации в генекит, но надо понимать, что изредка бывают какие-то негативные гастроинтестинальные, стромальные опухоли, там другой набор молекулярной диагностики. И опухоли желчного пузыря, которые очень трудно поддаются лечению, они, в общем, тоже на самом-то деле нуждаются иногда в каких-то молекулярных тестах. Толстые кишки. Смотрите, благодаря появлению препаратов, Эрбитукс, Виктибикс более или менее привычная стала диагностика мутаций в гене-раз. На этом я немножко потом остановлюсь. Но есть еще целый ряд тестов, вот они здесь перечислены, которые, честно говоря, на сегодняшний день, на мой взгляд, большинством врачей игнорируются. Самый важный тест, который есть, это тест на микросателитную нестабильность. Что такое микросателиты? В конце 70-х годов, когда ученые получили возможность секвенировать, анализировать нуклеотидную последовательность, они обнаружили странные участки ДНК, которым они не могли найти их значение. И поэтому их назвали сателитами, как нечто такое второстепенное. Если шаг этого повтора маленький, то эта последовательность называется микросателитом. Что существенно? Что при синтезе ДНК полимераза ошибается в таких участках, потому что, посмотрите, как сложно здесь сосчитать, сколько здесь нужно аденина воспроизвести. именно поэтому существует специальная система репарации ДНК, которая называется система мисс-смач-репарации ДНК, которая исправляет ошибки, возникающие в подобных микросателитах. Один из особых путей патогенеза рака – это нарушение репарации ДНК, которая приводит к накоплению мутаций в подобных повторах. Выявляется микросателитная нестабильность. Анна Сергеевна уже про это говорила. В принципе, есть косвенные методы при помощи антител, при помощи иммуногистохимии, но все-таки прямой метод выявления микросателитной нестабильности – это электрофорез. Посмотрите, вот здесь уменьшение размера фрагментов. Это достаточно непростая методика, потому что здесь надо разделить фрагменты малого размера. Микросателитная нестабильность бывает в двух категориях новообразований. Это спорадическая микросателитная нестабильность, спорадические опухоли, метилирование. Было в предыдущем докладе, Анна Сергеевна упоминала. Это у пожилых пациентов. И другая противоположная группа пациентов с микросателитной нестабильностью – это молодые пациенты, у которых микросателитная нестабильность свидетельствует о наследственном ираке, о гендроме Линча. Что существенно? Посмотрите наши собственные данные. В наших российских выборках больных у нас частота микросателитной нестабильности достаточно низкая. Почему? С одной стороны, у прародителей славян так оказалось, не было генов наследственного рака толстой кишки. Были гены наследственного рака молочной железы, но не было генов наследственного рака толстой кишки. И поэтому у нас достаточно маленький вклад наследственных мутаций в заболеваемость раком толстой кишки. С другой стороны, у нас низкая продолжительность жизни, ниже, чем в развитых странах Запада. И за счет этого происходит деплеция слишком пожилых пациентов. Вот и получается, что у нас микросателитная нестабильность в случайных выборках рака толстой кишки бывает в несколько раз ниже, чем в странах Запада. Микросателитная нестабильность – это накопление огромного количества мутаций, это огромное количество антигенов, которые образуются на опухоли. Как следствие, подобные опухоли характеризуются достаточно высоким уровнем иммуногенности, и поэтому для них достаточно эффективная иммунотерапия. Казмутации. Примерно 30% опухолей активируются за счет рецептора эпидермального фактора роста, и GFR. Другие 70% опухолей активируют тот же каскад, посмотрите, тот же пролиберативный каскад, но причины другие. Это мутации в генах РАС, мутации в генах РАФ, и здесь нет на картинке, есть параллельный каскад, активация гена ХЕР-2, амплификация. Что очень важно, если у вас действительно активирующее событие произошло здесь, единственный способ его исключить – это полностью исключить мутации РАС, РАФ и ХЕР-2, опять же, на рисунке нет. Тогда действительно добавление РБТУКСа или ВИКТИБИКСа в стандартной терапии приводит к очень хорошим результатам. Но если вы неправильно сделали тест, и вы пропустили мутацию в гене РАС, то есть вы полагаете, что мутации нет, а на самом-то деле она есть, то добавление РБТУКСа или ВИКТИБИКСа к химиотерапии ускоряет рост опухоли. Это очень серьезное замечание, потому что если вы делаете полноценный молекулярный анализ, то вы выявляете мутации в генах РАС или РАФ примерно в 60% рака толстой кишки. Что происходит у нас в стране? К сожалению, у нас в стране практикуется использование экспресс-тестов, которые выявляют только частые мутации. Как следствие, должно быть по стране количество мутаций 60%, а реальная, я знаю статистику, процент этих мутаций варьирует где-то от 22 до 35%. Это ужасная вообще ситуация, потому что получается у нас в стране каждый второй пациент, который получает или РБТУКСа или ВИКТИБИКС, это по сути дела ошибочное назначение. И получается, что у нас огромное количество в реальной практике, может быть, хитрогенного ускорения роста опухоли. Но, к сожалению, это та практика, которая существует. Я совершенно искренне полагаю, что эту практику надо активно менять. Примерно 10% раз негативных карцином толстой кишки имеют активацию в гене РАФ. На самом-то деле, вот эта активирующая мутация, здесь есть препараты. Это ингибиторы ВИРАВ-600Е, это на сегодняшний день ДАБРАФИНИП или ВЕМРАФИНИП. Но в монотерапии их назначение абсолютно бесполезно, потому что запускается компенсаторная реакция клетки и рецептор эпидермального фактора роста. И поэтому монотерапия этими антителами или комбинацией с механгибиторами оказывается абсолютно неэффективной. Какой выход из данной ситуации? Назначается комбинированное назначение антителкой ГФР и ингибиторов гена РАФ. Ну и здесь на самом-то деле эти опухоли достаточно трудно лечить, но так или иначе на терапию они отвечают. И довольно много клинических испытаний, которые показывают, что эта комбинация оправдана. Наш собственный пример. В 2015 году к нам поступил пациент с раком желчного пузыря. Помните, я обещал, что мы на желчном пузыре немножко остановимся. И у него нашли редкую мутацию. Мутацию в гене БИРАФ – это 2% примерно опухоли головки желчного пузыря. Мы уже заведомо знали о том, что назначение БИРАФ-ингибитора в качестве монотерапии неэффективно. Ему была назначена комбинация БИРАФ-ингибитор и ИГФР-антитела, пани-тунумаб и веморфини. У него подобная терапия, химорезистентные опухоли, привела к полному клиническому ответу. Две истории. Спустя год приходит ко мне письмо от американского врача. «Скажите, пожалуйста, вот вы опубликовали такую статью, у меня сейчас такой же пациент». Длительность ответа какова? На тот момент это было 12 месяцев. Я написал, большое спасибо, пишет доктор, эта почта мне является достаточным основанием, чтобы страховка оплатила лечение. Вот вам пример персонализированной медицине. А у нас бы знатоки сказали, что рандомизированные испытания нужны, а без этого ничего нельзя сделать. И второй нюанс, опять же. Библия для онкологов, рекомендации НССН, рекомендуют вот эту комбинацию на основе единичного опубликованного случая. То есть американские стандарты персонализированной медицины понимают, что если всего один случай, но он хорошо обоснованный, то это достаточно для рекомендаций. А у нас, попробуя об этом рассказать, пафосно скажут, что нужны рандомизированные испытания. То есть кому-то давать терапию, кому-то не давать. Сколько мы таких больных наберем, если это фактически орфанная патология, бироапутация и рак желудочного пузыря. ХЕР-2. На мой взгляд, очень плохо, что игнорируется эта возможность лечить больных. Потому что если возьмете раз негативные опухоли, то среди них примерно 5% будет приходиться на опухоли, которые запускаются ХЕР-2 амплификацией. Первое – это противопоказания к назначению орбитукса или виктибикса, потому что сам рецепт эпидермального роста не задействован, задействован коллаптеральный каскад. И второе – это очень хорошие результаты лечения ХЕР-2 индуцированного рака толстой кишки при помощи достаточно стандартных способов. Это тростузумаб, он и в монотерапии неплохо делает, и в комбинации с лапотинибом, и в комбинации с пертузумабом. Там довольно много схем. Очень важно понимать, что у нас все-таки моя задача, меня многие знают, что мы довольно много занимаемся молекулярной диагностикой, но самое важное все-таки компонент, который мы делаем – это научные исследования. Я хочу привести очень интересный пример. Есть редкая новая разновидность наследства рака, называется это мьют-авечь, ассоциированный рак толстой кишки. Там нет микросателлитной нестабильности, там стабильные микросателлиты, но тоже очень много мутаций за счет того, что другой сегмент репарации ДНК оказывается нарушенным. Как распознать подобные обухоли? Всем делать тесты наследственный рак затруднительно, но редкая мутация в янекайрас может являться маркером подобного. Смотрите, как построена работа. Вот у нас общее количество продиагностированных пациентов, вот у нас пациенты с мутациями геника и раз, половина случаев, как я говорил, есть еще один раз мутации. Их всего 227 приходится на маркерную мутацию. Вот уже их мы тестируем на наследственный рак и нашли несколько таких человек. А как вообще обосновать назначение антител? Смотрите, вот у нас обычная опухоль толстой кишки, в ней нет большого количества мутаций, и за счет этого нет антигенов и нет лимфоцитарной инфильтрации. Вот это опухоль с микросателлитной нестабильностью, для которой иммунотерапия входит в стандарты. Здесь есть лимфоцитарная инфильтрация. А вот это новая разновидность наследственного рака. Посмотрите, здесь на самом-то деле тоже лимфоцитарная инфильтрация, тоже очень хороший ответ на иммунотерапию. Ну и как следствие, дождались мы пациентки, у которой исчерпаны возможности для терапии. И так как у нее подобная ситуация, то она получает ниволумат. И посмотрите, здесь регресс опухоли, причем этот регресс уже длится более трех лет. То есть это не просто регресс, а мы надеемся, что удалось вообще надолго приостановить опухолевый процесс, потому что здесь опять же патогенетическая специфическая терапия. Примерно 60% карцином толстой кишки ассоциировано с активацией гена РАС. Это приводит к активации все того же каскада и в частности киназа МЕК. Но МЕК-ингибиторы сами по себе в качестве иммунотерапии абсолютно бесполезны, потому что клетки запускают коллатеральный каскад, они приобретают резистентность подобной терапии за счет запуска механизма аутофагии. Это типа спячки, когда клетка таким образом защищается от неблагоприятных воздействий. Хорошо известен ингибитор аутофагии препарат, который называется плаквенил. Плаквенил изобрели как антималярийный препарат, его стали использовать для лечения воспалительных заболеваний, и в частности он получил известность, так как его пытались использовать для лечения коронавирусной инфекции. И вот посмотрите, здесь Сергей Владимирович Орлов, первая пациентка с РАС-мутацией, которая назначается не только МЕК-ингибитор, но и плаквенил, ну и плюс Сергей Владимирович Орлов решил еще добавить биовоцезумарку, что все-таки опухоли колстя кишни. Но посмотрите, во-первых, моментально симптоматическое улучшение, асцит ушел, и все-таки небольшое, но объективное уменьшение размеров опухоли. Очень важная вообще работа, потому что в мире ежегодно миллион человек заболевают раз в мутированном атом толстой кишки. Ну и это заключительный слайд. Здесь еще раз обобщены все тесты, которые необходимо делать. Я еще раз хочу остановиться немножко на самом молекулярном тестировании, которое делается у нас в институте, что очень важно. У нас в основном, конечно, специализация – это диагностика рака толстой кишки. Если к нам попадает препарат, мы делаем с единого образца всегда пять тестов. Это КРАС – полный анализ генов, это НРАС – полный анализ, это БИРАФ, это микросателитная нестабильность и ХЕР-2. На самом-то деле это у нас полный тест, занимает он примерно две недели, потому что это большой анализ. И вот на заключительном слайде моя контактная информация. Если у кого-то есть интерес к любому виду сотрудничества или просто какие-то вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, здесь мой телефон и моя электронная почта. Спасибо за внимание.